Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации. На этой неделе стартует декада пожилых граждан. Какие мероприятия будут организованы для жителей старшего поколения? Прошу, Рустам Грифанович, у вас. 1 октября в Казани стартует традиционная декада пожилых граждан, приуроченная к Международному дню пожилых людей. Декада – это возможность для каждого казанца проявить еще больше тепла, заботы и внимания к абсолютно всем представителям старшего поколения. Бабушкам и дедушкам, соседям по лестничной площадке, жителям домов престарелых и многим другим. Всего, по данным Пенсионного фонда, на 1 сентября 2020 года в Казани проживает почти 316 тысяч граждан, получающих пенсии по старости. Это четверть населения города. В 80-летний рубеж перешагнули более 45 тысяч жителей нашего города. 67 казанцам в этом году исполняется 100 и более лет. Среди них 62 женщины и пятеро мужчин. Этот год особенный для наших пожилых жителей. Именно они во время Великой Отечественной войны в тылу ковали победу. Их труд в самоотверженность в год 75-летия победы заслуженно отмечен высокой наградой. Казани присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Старшие поколения и сейчас активно участвуют в жизни города, предлагая в том числе и меры по модернизации инфраструктуры, проекты по обновлению социальных программ, используя при этом накопленный профессиональный и жизненный опыт. Так, Общественная организация ветеранов-пенсионеров города Казани в конце 2019 и начале 2020 года активно принимала участие в разработке плана мероприятий по повышению качества жизни граждан старшего поколения в Казани на 2020-2024 годы. Жители третьего возраста на базе спортивных объектов, учреждений культуры и в общественных пространствах в рамках городского социального проекта «Жизнелюб» занимаются поддержкой собственного здоровья, развитием творческого потенциала, демонстрируя на собственном примере, как можно и нужно жить интересно и активно. Все большую популярность среди пожилых вместе с традиционными курсами по вокалу, садоводству и настольным играм набирают занятия по компьютерной и мобильной грамотности, основам фотографий. В период самоизоляции участники проекта проявляли активность, не выходя из дома. Знания, полученные ими в рамках курсов по мобильному ликбезу, без труда позволили оставаться на связи, поддерживать друг друга и заниматься онлайн через систему видеоконференций. Напомню, проект «Жизнелюб» реализуется по 13 различным направлениям на 56 городских локациях. Только за прошлый год занятия сити-клубов посетило 100 тысяч представителей старшего поколения. Записаться на занятия все желающие могут и сейчас. Для этого достаточно выбрать площадку по месту жительства и познакомиться с новым расписанием на сайте КЗН.РУ в разделе «Жизнелюб», а также по телефону горячей линии 236-4293. Физическая активность, спорт – неотъемлемый элемент долголетия. Ежедневно казанские пенсионеры занимаются завоевавшей у них популярностью скандинавской ходьбой, а в летний период активно участвуют в бесплатных мастер-классах от профессиональных спортсменов. Запланирована целая серия спортивных состязаний для пенсионеров по плаванию, футболу, бильярду, настольному теннису. Уверен, это отличный пример в том числе и для молодежи города. Традиционно в рамках декады особое внимание будет уделено здоровью пожилых. Врачи-специалисты учреждений здравоохранения Казани посетят на дому одиноких лежачих больных пожилого возраста. Руководители учреждений здравоохранения города, главные врачи районов примут участие в круглых столах районных советов ветеранов по вопросам медицинского и лекарственного обеспечения, посвященных декаде пожилых людей. Во всех районах города состоятся благотворительные мероприятия и акции по оказанию социально-бытовой, психологической и иной помощи пожилым. Напомню, более 1300 жителей Казани получают социальные услуги в комплексном центре социального обслуживания населения. Активно подключаются к декаде и предприниматели города. Так, с 1 по 10 октября по талонам для пенсионеров будут бесплатно работать ряд парикмахерских, мастерских по ремонту обуви. Подробную информацию можно будет узнать в администрациях районов исполнительного комитета города Казани по телефонам, указанным на слайде. Для всех пенсионеров 1 октября бесплатно будут работать городские бани. В рамках декады пожилых людей активистами молодежной организации «Волонтеры Победы» будет продолжена акция мобильной бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Обширную культурную программу подготовили музеи города. Прошу обратить внимание, что с 1 по 10 октября во все муниципальные музеи, а также в Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы при предъявлении пенсионного удостоверения «Вход свободный». В этом году в рамках празднования Международного дня пожилых людей подготовлена обширная экскурсионная программа. Участники посетят экскурсию по Казанскому Богородицкому монастырю с посещением пещерного храма. Данная экскурсия состоится при поддержке Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. Также пройдет экскурсия по музею-заповеднику «Казанский Кремль» при поддержке руководства Казанского Кремля. Запланировано посещение новой национальной библиотеки в здании Национального культурного центра «Казань». С 1 по 5 октября все пенсионеры по предъявлению пенсионного удостоверения смогут бесплатно посетить Казанский зообудсад. В связи с пандемией торжественный общегородской концерт, посвященный Международному дню пожилого человека, будет проведен в два этапа. 1 октября в культурном центре «Сайдаш», а 2 в ДК имени Ленина. Зрители порадуют яркая программа с участием Камерного оркестра «Новая музыка» и Оркестра народных инструментов «Азан-Нура», а также выступлением популярных казанских артистов. Билеты будут распределены между активистами общественных организаций ветеранов районов города. Специальную культурную программу подготовили и районы города. Так в Домах культуры состоятся концерты, будут организованы специальные акции и мастер-классы. Благодарю глав администрации районов за подготовленные разнообразные мероприятия для пожилых горожан. Уважаемые коллеги, представители средств массовой информации, дорогие казанцы! Мероприятий действительно очень много, программа как в дни проведения декады, так и в течение года очень насыщенная. Я призываю руководителей предприятий, депутатский корпус и всех казанцев принять участие в декаде. Однако не стоит забывать и про меры безопасности. Поэтому, организуя праздничные мероприятия, прошу глав администрации районов, руководителей структурных подразделений Исполнительного комитета, руководителей предприятий и организаций обратить особое внимание на меры предосторожности. Напоминаю, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора по Республике Татарстан допускается организация и проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий на открытых площадках с одновременным присутствием не более 200 человек. Театры, кинотеатры, концертные залы могут быть равномерно заполнены не более чем на 70%. Также прошу обратить внимание, что Роспотребнадзор не рекомендует проведение праздничных концертов в госпиталях. Отдельно обращаюсь к жителям серебряного возраста. Берегите свое здоровье, будьте бдительны и при необходимости своевременно обращайтесь за помощью. Берегите себя и будьте здоровы. Ихтибар Рахмат, спасибо за внимание. Спасибо, Ростейн Грифанович. Районная администрация – это наши полевые игроки. Именно вы непосредственно общаетесь с жителями. Прошу проявлять по отношению к пожилым нашим гражданам максимум внимания и такта. Мы обязательно опубликуем на нашем портале подробную информацию, где и какие услуги можно получить в рамках Декады бесплатно. Но не все пенсионеры владеют компьютером, поэтому прошу постараться донести до них информацию о программе Декады предельно подробно и внятно. Как было сказано, четверть населения Казани – это пенсионеры. И давайте постараемся, чтобы все они получали внимание и помощь не только в дни Декады, но и на протяжении всего года. Теперь обсудим состояние туристической отрасли и итоги летнего доклада. Прошу, Дарья Александровна, об итогах летнего туристического сезона. Разрешите познакомить вас с итогами летнего туристического сезона 2020 года. Сегодня в непростых антибиологических условиях, сложившихся вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, туристическая отрасль является одной из наиболее пострадавших, но летом началось пошаговое становление. На наших электронных ресурсах в Инстаграм Коу Казан и на портале kzn.ru мы размещали и обновляли информацию о текущей санитарно-психологической обстановке, памятки о том, какие мероприятия разрешены к проведению, какие пока не рекомендованы или остаются под запретом. С 5 июня была отменена обязанность граждан, приезжающих из других регионов Российской Федерации, соблюдать двухнедельную самоизоляцию, а также предоставлять справки об отсутствии ковид. Отмена этих ограничений позволила начать туристический сезон в городе, хоть и со своими особенностями. Считаю важным ответить, что вышеуказанные меры были впервые применены именно в нашем регионе. В настоящее время наблюдается стабильный рост туристического потока. Если в июне прошлого года мы наблюдали среднюю загрузку средств размещения порядка 64%, то в текущем году в июне загрузка в среднем составила порядка 15%, в июле уже 49,5%, а в августе 65%. Казанский Кремль с января по август посетили порядка 1,218,000 туристов. Доля иностранных туристов в данном потоке составила 6-7%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года туристический поток упал более чем в два раза. Напомню, в период с января по август 2019 года он составил 2,8 млн туристов. В основном иностранные туристы приезжали из стран ближнего зарубежья, а также Китая, Турции, США и Франции. Говоря о внутреннем туризме среди посетителей Казани, в основном были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Владимирских областей, Уралы и городов Приволжского федерального округа. Добавлю, что Казань вошла в первую тройку самых популярных у туристов городов согласно порталу по бронированию жилья для отдыха. Важная для нас новость. В настоящее время, в начале октября, мы получим данные по туристическому потоку в рамках реализации проекта «Большие данные». Проект реализуется совместно с Госкомитетом Республики Тарстан по туризму, с Управлением информационной технологией города Казани и связи и Центром цифровой трансформации Республики Тарстан и представляет собой методику подсчета туристов. Другими словами, это анализ туристической активности города Казани и Республики Татарстан. В рамках проекта Центром цифровой трансформации Республики Тарстан разработана специальная платформа. Это фабрика данных, позволяющая загружать массивы данных, получать необходимые аналитики, в том числе применимых для анализа туристической активности. Надо сказать, что пандемия скорректировала формы туризма, туризм стал более индивидуальным, туристы уже не хотят путешествовать в больших группах, больше предпочитают ездить с семьей или небольшими группами. Трендом сезона стал экологический туризм. Наблюдается рост популярности экологических маршрутов, лесных походов и подобных видов отдыха. Что видится наиболее актуальным в продолжении начатой нами в прошлом году работы по развитию туризма в рамках казанской агломерации. Увеличился спрос на аренду квартир, домов, где можно самостоятельно готовить, при этом уменьшить затраты на кафе и рестораны. Не удалось, к сожалению, избежать потерь. Полностью остановили свою деятельность три отеля – агропарк, телевышка, сейфат и 11 хостелов. Закрылся на реконструкцию отель «Милена». Таким образом, в Казани на сегодняшний день функционируют 240 средств размещения. 17 августа приступили к работе театры, кинотеатры, цирк, аквапарки, концертные залы. Однако их деятельность возможна при строгом соблюдении всех санитарных норм, а залы не должны заполняться более чем на 70%. Рада отметить, что благодаря федеральной программе кредитования под 2% для поддержки пострадавших отраслей туристическому бизнесу удалось сохранить кадровый состав. Возобновляются пассажирские перевозки. В настоящее время по 30 направлениям от Адлера до Челябинска действует железнодорожное сообщение. Что касается международных авиарейсов, ситуация здесь выравнивается достаточно плавно. 21 августа состоялся первый международный рейс из Казани компании «Азурэйр» в турецкую Анталию. По этому же направлению с 17 сентября авиакомпания «Победа» возобновила полеты уже на регулярной основе по четвергам и воскресеньям, а со 2 сентября турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines возобновил авиасообщение между Стамбулом и Казанью три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам, а с 11 октября появится еще один дополнительный рейс в понедельник. В отличие от международных сообщений, с внутренним дела обстоят гораздо лучше. Полеты осуществляются по 37 направлениям от Калининграда до Ханты-Мансийска, в том числе 14 рейсов ежедневно отправляются из Казани в Москву. Кроме того, авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит новый лоу-кост-рейс под московный аэропорт Жуковский. Полетная программа стартует 18 октября и продлится до 27 марта 2021 года. В летний период пассажиропоток Казанского аэропорта составил около 540 тысяч человек. Это в два раза ниже, чем в прошлом летом. Кроме того, отмечу, что с 23 июня разрешена навигация для теплоходов. Пассажиропоток в летний период составил 296 тысяч 500 человек. Отмечу, что снижение стало небольшим. 375 тысяч за аналогичный период 2019 года воспользовались данной услугой. В июле в Казани появился новый объект, который стал украшением города. Арт-объект «Фонари» на улице Баумана возле дома номер 9 бывшей гостиницы «Казань». Арт-объект появился благодаря инициативным, креативным профессионалам, искренне любящим свой город. Это предприниматель Татьяна Самоделок и архитектор Ирина Аксенова. Традиционно самыми привлекательными объектами для туристов остаются музей-заповедник «Казанский Кремль», улица Баумана, Кремлевская набережная, Старая Татарская Слобода и центры семьи «Казан». Говоря об улице Баумана, отмечу, что в июле текущего года в YouTube на канале «Визита Татарстан» появилась прямая онлайн-трансляция центральной пешеходной улицы Казани. Таким образом, теперь любой гость Казани может посетить ее заранее. К сожалению, в связи с отсутствием финансирования не удалось выполнить все задуманное, в частности, провести традиционные событийные мероприятия – ночной виллофест, вкусная Казань, фестиваль национального костюма, к проведению которых, я надеюсь, мы сможем вернуться в следующем сезоне. Уважаемые коллеги, с учетом текущей ситуации, одним из важнейших направлений нашей работы является развитие внутреннего туризма. Очевидно, что в сложившихся обстоятельствах набрать потерянные отраслью обороты можно только с помощью специальных мер стимулирования. Так, Татарстан вошел в перечень регионов, в которых действовала федеральная целевая программа стимулирования внутреннего туризма. Казанцы и жители других городов в период с 21 по 28 августа смогли получить компенсацию за приобретенные туры в размере до 20%. При этом государство компенсирует граждан только поездки стоимостью не менее 25 тысяч рублей и длительностью 5 суток и более. Путешествие должно начинаться не позднее 20 декабря 2020 года. В данной программе приняли участие 27 средств размещения Казани, 13 средств размещения Республики Татарстан, а также 9 казанских туроператоров. Отмечу, что на прошлой неделе было принято решение о возобновлении данной акции в октябре. Возврат средств составит 20% от стоимости поездки, условий будет меньше, проживание двух ночей без ограничений по цене. Акция продлится до января 2021 года. В июне текущего года стартовала и другая масштабная акционная программа «2 плюс 1» или «3 ночи по цене двух», разработанная Госкомитетом Республики Татарстан по туризму и совместно с Комитетом по туризму города Казани и Центром развития туризма. Кроме того, по кодному слову, туристы имели возможность получить 25% скидку в кафе и ресторанах, приняли участие в настоящий момент в этой акции 23 средства размещения, 14 заведений общественного питания. В виде востребованности этой акции было решено продлить ее до 28 декабря 2020 года. До настоящего времени данной услугой воспользовались порядка 1500 человек. Отдельная работа проводилась по поддержанию надлежащим состоянию туристической инфраструктуры. В частности, были восстановлены элементы поврежденной туристической навигации в историческом центре. Всего было восстановлено 6 пюпитров, в том числе расположенный у молодежного центра «Акбарс» пюпитр, посвященный Владимиру Высоцкому, который был восстановлен в преддверии 40-летия со дня его смерти, и также были восстановлены две туристические карты. Весьма плодотворно проходила работа с городами-партнерами. В преддверии даты принятия декрета образования ТССР комитетом были направлены приглашения в адресах городов-побратимов и партнеров Казани присоединиться к масштабному онлайн-флэш-мобу и поздравлению 27 мая. Хотелось бы отметить поздравление мэра города Кванжу и города Хеврона. На электронных ресурсах 9 городов-побратимов был размещен видеоролик фестиваля «Вкусная Казань». В числе самых крупных площадок официальные туристические порталы разместили у себя также этот ролик. Это Министерство Чеченской Республики по туризму, визит Уфа и визит Петербург. В этом начинании нас поддержали также и наши средства размещения и предприятия общественного питания. Традиционный баннер на обмен этим летом осуществлен с городом Ростовом-на-Дону. Участие в подобном проекте не влечет в затрат бюджетных средств, однако благотворно сказывается на положительном позиционировании города, особенно с учетом наличия у нас прямого авиасообщения с Ростовом-на-Дону. В текущих условиях повышается роль онлайн-технологий. Сейчас мы ведем работу по присоединению Казани к цифровой туристической платформе РУСПАС, разработанной по инициативе правительства Москвы. Это удобный агрегатор онлайн-ресурсов. На сегодняшний момент в тестовом режиме к платформе присоединились Москва, Санкт-Петербург, Казань и в том числе Татарстан. Убеждена, что активное использование онлайн-платформ и ресурсов позволит, с одной стороны, вывести отрасль на качественно новый уровень, а с другой, сделает ее более самостоятельной, автономной, способной быстрее адаптироваться к новым условиям рынка. Мы продолжаем развивать и наши онлайн-ресурсы. На протяжении всего летнего сезона страниц комитета в сети Инстаграм и на портале КЗН в ежедневном режиме мы рассказывали подписчикам о всех наших событиях, устраивали мастер-классы. К сентябрю текущего года охват нашей страницы в Инстаграм вырос до 125 тысяч человек, что на 22,5 тысячи больше, чем годом ранее. Говоря про движение нашего города, отмечу, что 4 сентября на телеканале «Моя планета» вышла передача о Казани один день в городе. Зона вещания составляет более 23 миллионов абонентов России, более 2 миллионов абонентов в странах СНГ и Балтии. Важно добавить, что данный проект был реализован абсолютно бесплатно. Продолжается деятельность популяризации туристического бренда. В настоящий момент туристическая айдентика нанесена на 26 пассажирских автобусов. В ближайших планах украсить туристическим брендом трамвайные вагоны нового кольцевого маршрута. Уже сейчас мы получаем положительные отзывы от гостей и жителей Казани. На прошлой неделе мы отметили Международный день туризма, который празднуется во всем мире 27 сентября. Специально к этой дате совместно со средствами размещения и общественного питания были проработаны различные акции и мероприятия для туристов и гостей Казани. Жителям и гостям города предоставляла скидка по кодному слову в день туризма в ресторанах и отелях и некоторых музеях от 10 до 30%. 26 сентября прошел квест «Казань романтичная» в рамках проекта «Прошагай город». В квесте приняло участие порядка 50 человек. Были вручены интересные и хорошие призы, в том числе проживание в номере на двоих пятизвездочном отеле «Казан Палас Тосига» и абонемент на посещение спа-центра отеля «Шаляпин». Благодарю Комитет по делам молодежи, Управление культуры, Комитет физической культуры и спорта, Департамент продовольств и социального питания за поддержку проведения квеста. Отмечу продолжение системной работы с профильными вузами. В преддверии праздника Комитет проводил сразу два конкурса среди студентов. Участники одного из них рассказали, что значит для них романтическая Казань, какие ее места по их мнению могут быть включены в романтический маршрут по нашему городу. По условиям конкурса желающие принять участие должны были публиковать до 27 сентября соответствующий пост в социальной сети Instagram и отметкой аккаунта Комитета. Итоги конкурса будут подведены завтра. Кроме того, 27 сентября была проведена совместная акция с казанским оператором Международной маршрутной сети экскурсионных красных двухэтажных автобусов CitySightSync. На втором этаже одного из автобусов военный оркестр Казанского полка Росгвардии радовала своей игрой туристов и жителей Казани. В музее-заповеднике Казанский Кремль 26 и 27 сентября прошла акция «Стань туристом в своем городе». Кроме того, в течение праздничной недели планируем поучаствовать в создании аллеи туризма. Данную акцию мы готовим при поддержке Комитета внешнего благоустройства города Казани префектуры Старый Город, аллея туризма, на которой будут высажены кусты пышные спиреи Рябино-Лисные, раскинется на Юнусовской площади Старой Татарской Слободе. В акции примут участие более 30 представителей туристической индустрии. Дополнительно хочу отметить, что Комитет активно продолжает работу в области реализации грантовой и конкурсной политики. За летний период мы организовали участие в шести конкурсах федерального и международного масштаба. Заявка вышла в финал национальной гостиничной премии в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса». По итогам народного голосования с уверенным отрывом город Казань занял первую строчку, оператив Санкт-Петербург более чем на 200 голосов. На сегодняшний день проходит второй заключительный этап – оценка городов в профессиональном жюри. Оглашение победителей состоится в Москве в октябре текущего года. Кроме того, мы направили два проекта города Казани на сыскание международной асиатской премии «WeGo», «Раздельный сбор мусора» и «Общественное обсуждение в сети». В свое время победителями этой премии были Сингапур, Гонконг, Питтсбург, Хельсинки. Казань впервые смогла добиться выхода в большой финал конкурса. В номинации «Лучший устойчивый город» представлен проект «Раздельного сбора мусора». Победитель станет известен завтра. В заключении своего выступления отмечу, что содействовать развитию туризма значит содействовать увеличению денежного потока в регион, способствовать созданию новых рабочих мест, увеличивать налоговые поступления. Несмотря на то, что этот гол был для сферы туризма как неожиданная турбулентность и резкая потеря высоты, я уверена, что впереди нас ждет ясная погода и много солнечных дней. Спасибо, Дарья Александровна. Будем ждать результатов национальной гостиничной премии 2020 года. Многие наши гостиницы с полным правом могут претендовать на победу. Туристическая отрасль пандемии нанесла самый серьезный удар. Если в других отраслях можно было продолжать работать либо удаленно, либо с соблюдением требований безопасности, то здесь нет туриста, нет работы. Причем для всех – для гостиниц, для ресторанов, сувенирных магазинов, для экскурсоводов и других специалистов и предприятий в сфере гостеприимства. На этом фоне потерю трех гостиниц и 11 хостелов можно оценить как небольшую для инфраструктуры. 109 гостиниц и 131 хостел удержались на плаву. Августовская загрузка средств размещения на уровне 65% внушает оптимизм и надежду на то, что понемногу ситуация выправится. Внутренний туристический поток возобновился. В Казань все равно едут, несмотря на то, что мы отменили ряд крупных туристических событий, как гастрономический фестиваль «Вкусный Казань», ночной велофест, которые неизменно привлекали большую аудиторию. Интерес к нашему городу у наших сограждан сохраняется высоким. Но это требует повышенного внимания к состоянию туристических маршрутов и достопримечательств. Прошу удержать эти вопросы под контролем. Свою роль сыграли в оживлении турпотока меры, стимулированные и на уровне государства, и разработанные Республиканским государственным комитетом по туризму. Для предприятия общепита существенной поддержкой стало разрешение муниципалитета на бесплатное размещение летних веранд. Главное не расслабляться в части соблюдения мер безопасности. Важно, что и к нам туристы не завозили лишнюю порцию вирусов, и у нас тем более не заболевали. Вопросы безопасности и здоровья в этом году вышли на первый план. Прошу доложить, какая работа проводилась по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на воде. Тимур Ханов, орденант Мазевич, начальник управления гражданской защиты. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений является одним из вопросов местного значения, который определён федеральным законом 131-м об общих принципах организации местного управления Российской Федерации. За 8,5 месяцев 2020 года в городе Казани загистрировано 1164 пожаров, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожар погибло 22 человека, что также на 11% меньше показателей с аналогичным периодом прошлого года. Получили травмы 56 человек, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы считаем, что основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём 837 от общего числа пожаров, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 128 и нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования 63. Напомню о серьёзных пожарах, произошедших на территории города Казани в этом году. 12 июня пожар произошёл на газораспределительной станции города Казани. Происходило факельное горение высотой до 50 метров. Пожар и взрывары объёмом 70 кубических метров мог привести к взрыву на территории предприятия. Существовала реальная угроза распространения огня на соседние резервуары, а их было 24, общим объёмом 1800 кубических метров. В результате пожара погодим один человек, трое пострадали, были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. В архитическом районе города Казани на улице Коротченко произошёл пожар в старинном здании, это доходный дом купца Соболева от 1869 года постройки. Здание имеет статую исторически ценного градоформирования объекта. Данное здание находится в неэксплуатируемом состоянии. Площадь горения составила 200 квадратных метров. Со второй этажа были спасены две женщины. Данное здание уже несколько лет является заброшенным. Уже неоднократно поднимался вопрос по всем заброшенным строениям города, где главам администрации района было предложено провести работу по ограниченному доступу на все такие здания, закрытием в них всех дверей, окон и подвальных помещений. 8 июля произошёл пожар на территории, принадлежащей ООО КАЗ «Энергострой» и арендуемой ООО «Региональная экологическая компания». В результате пожара огнём было повреждено административно-техническое здание на площадь 675 квадратных метров. Склад с тюками со вторым сырьём, картон, полиэтилен, резина на площадь 900 квадратных метров. Помимо самого ангара со вторым сырьём горели также пластико-прессованный картон, которые были развросаны по всей территории склада. Наше беспокойство вызывало также слишком близкое расстояние к производственному помещению. С одной стороны от пожара находился склад с красками, с другой стороны огромные резервуары с топливом. 21 сентября произошло горение складских помещений с автозащитями по улице Первой Вольской, 32. Получить горение составило 300 квадратных метров. Была угроза перехода пожара на частный сектор. 11 февраля произошло пожар в лице номер 186. Данный пожар произошёл по причине дефекта конструкции аккумулятора батарей и компьютера. Происходило горение вещей и мебели в кабинете на первом этаже. Пожар был оперативно локализован и потушен. ЧП произошло в разгар ущербного дня. Но благодаря правильным действиям преподавательской состава они успели быстро эвакуировать всех, находившихся в листе 700 учеников и 50 человек персонала. Это свидетельствует эффективности проводимых управлением, совместным управлением образования города, учений и тренировок по эвакуации при венечеречной ситуации. Сотрудникам управляющих компаний отделов надзорной деятельности Управлением гражданской защиты была проведена профилактическая работа в многоквартирных домах жилых массивов города по распространению памятников по пожарной безопасности. За время распространено 15 713 памятников по действиям при пожаре. В результате проведённой профилактической работы количество пожаров в жилом секторе нам удалось снизить. Так, в 2020 году в службу ЕДДС поступило 881 сообщение о пожаре за аналогичный период прошлого года – 1.089. При пожарах погибло 22 человека. Это лучше показать по сравнению с другими годами. Одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожарах на сегодняшний день является установка автономного пожарного извещателя, который звуковым сигналом тревогой в своё время предупреждает жителей об угрозе пожара. В 2020 году безвозмездно сотрудникам пожарных подразделений города Казани установлено 17 331 автономных пожарных извещателей в 4 270 домовладениях социально незащищённых граждан. Таким образом, с 2016 года было установлено более 26 тысяч таких устройств. Эта работа будет продолжена. Одним из проблемных вопросов для города остаётся невозможность беспредприятственное проехать за пожарные техники к месту пожара для быстрой ликвидации пожара во дворах многоквартирных жилых домов. В соответствии, становится актуальным вопросом наличия свободных зон на придомовой территории для размещения пожарных машин в случае экстренной ситуации. Данный вопрос обсуждался на совещании с комитетом ЖКХ под руководством из канала Анна-Анатолина. И для эксперимента мы совместно управляющей компанией ЖКХ Московского района провели пилотную работу по наличию специальной разметки, так называемой трассный квадрат. Разметку начали наносить во всех домах повышенные этажности на территории Московского района, где в этом году проводится работа в рамках «Наш двор». На сегодняшний день подобная разметка насыщена пока два дома во дворе домов 113 и 115 по улице Декабриса. Появилась площадка для специальной пожарной техники. Территория обозначена красно-белой разметкой на асфальте и знаками стоянка запрещена. Специальная площадка, думаем, позволит сотрудник пожарной службы с препятствием прикреповать автомобиль и оперативно провести мероприятие по развертыванию силы и средств пожарной охраны и для эвакуации жителей с холодных лес, домов высотой 14 и более этажей. Мониторинг данного вопроса показывает, что большинство жителей с пониманием, относится к указанным теме, оценит важность данного проекта. Для того, чтобы окончательно оценить эффективность этого начинания, вопрос красного квадрата предлагаем руководителям управляющим компанией опробовать данные нововведения в своих районах. Дмитрий Геннадьевич, мы просим также учитывать вопрос организации парковочных мест на востройках города, если есть возможность. В текущем году в связи с коронавирусной инфекцией был ограничен выезд на отдых за пределы страны, и большая часть жителей проводила отпуска предела города на дачных участках и лесопарковой зоне. В сложившейся традиции каждый выезд на природу сопровождался с разъединением огня. С началом весеннего и летнего периода установлены сухую погоду исполкома города Казани были приняты необходимыми мерами по предупреждению опасности возникновения пожаров на территории города. В частности, дважды вводился особый противопожарный режим. В результате проведенных ограничительных мер на территории города Казани природных пожаров, как и прошедших за пять лет, не было. Одним из вопросов обеспечения пожарной безопасности в сезонной была подготовка детских оздоровительных лагерей. До начала их работы были проведены проверки соблюдения требований пожарной безопасности, подготовительных работ в организациях отдыха детей. Все нарушения по требованиям пожарной безопасности были устранены до открытия лагерей. Летний отдых детей в вопросах пожарной безопасности был проведен без замечания. Перед началом ущербного года органам пожарного надзора города Казани была проведена проверка готовности всех общеобразовательных школ и детских садов к новому ущербному году. Выявлено нарушения по пожарной безопасности, не требующие больших капиталов вложений, были устранены своевременно. С 1 сентября, как помню, все учебные заведения приступили к работе. В связи с увеличением пожаров на объекты экономики мы стали больше внимания уделять вопросам подготовки по пожарной техническому минимуму руководителей и лезть ответственность за противопожарную безопасность объектов. Проведение тренировок с персоналом объектов по эвакуации. В течение года обучение ущербного методического центра прошли 427 руководителей и ответственные работники. Эту работу мы продолжим. Не менее острым остается вопрос обеспечения пожарной безопасности муниципального учреждения города, к сожалению. Предлагаем руководителям пока провести своими силами проверку содержания и готовности средств в первичном пожаротушении. 30-минутное занятие по мерам пожарной безопасности быту, где особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения пожарной безопасности жилого фонда. Думается, назрела необходимость возвращение к понятию внезапной проверки, с целью которой является проверка соблюдения на объекте работникам организации противопожарного режима. Проведение тренировок по эвакуации персонала из здания в случае возникновения пожаров и любой чрезвычайной ситуации. Согласно принятому решению комиссии по чрезвычайной ситуации города Казани, мы проведем проверку состояния пожарной безопасности во всех муниципальных учреждениях города до 15 декабря. Результаты проверки планировано вывести на внеочередное заседание комиссии. Выполнение указанных мероприятий позволит снизить риск возникновения пожаров, предупредить и не допустить роста количества пожаров, погибших и травмерных людей, а также минимизировать ущерб в случае возникновения возгорания на ранней стадии. Уважаемые коллеги, подведу итогов завершившего купальника сезона. В этом году где-то выдалось жарким, и казанцы купались практически до 15 сентября. Согласно постановлению сполкома города Казани, в этом году купальник сезон планировался открыть с 1 июня. Согласно данному постановлению для отдыха населения и гостей столицы, должны были работать пять муниципальных пляжей. Локомотив, Нижняя Заречья, озеро Глубокое, озеро Большое Лебяжье, Блежь Комсомольский, а также три организованных местных отдых на берегах озера Лебяжья, Изумрудно и Парк Победы. Все пляжи не были официально открыты из-за ограничений, введенных по коронавирусной инфекциям. Из-за пандемии коронавируса, в соответствии с решением президента Республики Татарстан, а 24 марта, расходы по подготовке пляжей к купальному сезону и организации безопасного отдыха населения города Казани были отнесены не к первоочередным мероприятиям, поэтому финансирование было приостановлено до 1 июля. Было подготовлено направлено письмо на имя президента Республики Татарстан. О согласовании мероприятий, хотя по подготовке пляжей, в последствии, где были заключены договоры на проведение анализов воды и водолазные абсолютно пляжи. Несмотря на ограничительные мероприятия, по новой коронавирусной инфекции с 1 июня были подготовлены для купания пляжей озера Комсомольское, озера Большой Лебяжья и два места отдыха воды. Это озеро Малой Лебяжья и Парк Победы. Роспотребнадзор официально не разрешил работу пляжей, однако из-за жаркой погоды горожанам все равно проводили время у воды и купались. Поэтому для предотвращения несчастных случаев на воде нам было принято решение выставить спасательные посты на пляже. На всех пляжах были проведены подготовительные мероприятия по водолазному обследованию и очистки на пляже, установка информационных стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, правильное поведение купания. Общественная организация «Освод» подготовила 65 спасателей для организации работы спасательных постов, которые обеспечили безопасность людей на пляже. На каждом муниципальном пляже в местах отдыха воды до 31 августа ежедневно находились на дежурстве по четыре спасателя. Все спасательные посты были укомпультированы снаряжением, оборудованы в соответствии с требованиями руководящихся документов в полном объеме. Сотрудник Управления гражданской защиты ежедневно проводил проверку организации дежурства на пляжах с оставлением актов проверки. С 1 июля сотрудникам УГЗ общественной организации «Освод» было организовано ежедневно патрулировать пляжи Нижние Заричьи, Глубокое, Изумрудное. В субботу и воскресенье дежурили на спасательных постах на добровольной основе сотрудника «Освод». На территории водных объектов города Казани и на всех пляжах проведена работа по информированию посетителей городских пляжей по правилам поведения на воде. В ходе организованной работы было проведено 342 патрулирования Силом управления гражданской защитой администрации районов. Во время патрулирования проведено 1074 беседы с отдыхающими. Распространена 1081 память. В ходе рейда сотрудникам административно-технической комиссии районов был составлен 41 административный протокол на граждан за нарушения на пляжах. Хочется сказать слабо-благодарность сотрудникам административно-технической комиссии за оказанную нам помощь в наведении порядка на пляже города. Надеемся, что данную работу мы продолжим в следующем году. В течение купания в СИЗУ управления гражданской защитой средств массовой информации в социальной сети проводилось информирование населения о правилах безопасности поведения на водных объектах и оказания первой помощи утопающим. Несмотря на все принятые меры введения режима по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, горожане отдыхали на водных объектах города, в том числе не санкционировав места купания. В результате чего произошел риский рост числа погибших на водоем летний сезон. Если в прошлом году на бот на обед утонуло за купальный сезон 3 человека, то в этом году, к сожалению, 18. Из них только один человек на муниципальном пляже. Анализ происшествий на воде показывает. Из 18 человек утонуло. Два человека на рыбалке. Обнаружены в ходе патрулированы два человека на отдыхе, с друзьями ночное время суток 6 человек с употреблением алкоголей. По состоянию здоровья один человек остановка сердца. На водоемных садовых обществах два человека. Суицид один прыгнул с моста миллионем. Купание темное время суток после 11 часов три человека. На муниципальном пляже озере Большой Лебяжи утонул один ребенок из-за отсутствия контроля состава родителей. Спасательный освод города Казани до приезда бригады скорой медицинской помощи были проведены все мероприятия по поиску оказания добросуточной помощи ребенка. Действие спасателей следственным органам города Казани оценено не как правильно. Всего спасателей на пляжах спасено один человек, из них пять детей. Оказываем медицинскую помощь 120 посетителям городских пляжей и мест отдыха. Несмотря на печальную статистику, мы считаем, что в целом спасатели с возложенным на них задачами справились. Денис Геннадьевич, мы просим вас, в связи со злуженностью обеспечить контроль со всеми отдыхающими, всей территории озера Глубокое увеличится количество постов в следующем году, как это было сделано в этом году озеро Большой Лебяжи, хотя бы до двух. В связи с тем, что в ноябре этого года заканчивается договор аренды пляжей Нижней Заречья и арендатор ООО КОАС не обеспечил поддругу пляжей купальному сезону, мы просим дать поручение комитет земельных и имущественных отношений, проверить соблюдение условий договора аренды и рассмотреть возможность в последующем подготовке эксплуатации пляжей возложить на другую организацию. Для многомиллионных городов, имеющихся пляжей, конечно, недостаточно. Главному управлению МЧС России по республике Тарстан было предложено рассмотреть возможность создания организованного места отдыха воды на реке Казанка Новоснаминского района города Казань по улице Гаврилова. Также существует, по нашему мнению, необходимость создания пляжей на реке Волга в Привозском районе жилых районных массивов. Новый победил и Атара. Их ты баррель шамбекзу рахмат. Спасибо, Фрейдор Атмазич. По ситуации на пляже Нижняя Заречья я прошу подготовить неподробную информацию, кто и как не выполнял свои обязательства, будем разбираться. К сожалению, россияне не так щепетили в соблюдении инструкций и запретов. Несмотря на то, что пользование пляжами было под запретом, многие в жару все равно купались. Поэтому мы выждно были вывести спасателей. И, как видим, не зря. Спасено 11 человек, в том числе пятеро детей. А помощь получили и того больше, 119 человек. Но есть и жертвы. По-прежнему люди не отказывают себе в жару в горячительном. Это остается основной причиной гибели. По этой же причине гибнут люди и в огне. Были в этом году пожары на предприятиях и весьма опасные. Благодаря профессионализму пожарных удалось избежать трагедии. Что касается неэксплуатируемых зданий, прошу глав районных администраций провести ревизию на своих территориях и собственникам напомнить об этом же. Мы стараемся обеспечить недоступность этих зданий, но ситуацию там нужно периодически мониторить. На этом повестка дня исчерпана. Всем плодотворной и успешной недели.